Я только что пришел с сеанса вечных, и как человек, который умудрился снять аж 4 видео по теме из-за неизвестно откуда взявшегося хайпа, я могу со всей уверенностью заявить вам, это настолько, сука, того не стоило, вы даже не представляете. На самом деле представляете, потому что с самого начала понятно было. На данный момент их профессиональная оценка опустилась до отметки в 47%, это примерно на 14 меньше, чем заслуживает, по их мнению, второй Тор, который был просто невероятно катастрофически скучным. Заслужена ли эта оценка по факту? Ну, тут как посмотреть. Если мы оцениваем вечных как продукт в себе, отдельно взятый, существующий в вакууме, то один дополнительный балл можно было бы накинуть, если вы очень щедрый. Но если мы рассматриваем его как часть киновселенной Марвел, а мы рассматриваем его как часть КВМа, потому что именно так он себя продает, то да, да, я думаю, что 5 из 10 это более-менее то, чего он заслуживает, по большому счету, будем честными. Я, правда, не понимаю, зачем они его сделали. Я до сих пор не могу полностью на этот вопрос себе ответить, ну, помимо очевидной причины, потому что мы хотели сделать запил на очень конкретный какой-то сюжетный поворот или ход, и поэтому нам нужно было установить их существование, чтобы потом ретроактивно объяснить некоторые другие вещи, которые уже произошли. Потому что, ну, все же мы, все же мы любим, когда нам уже после того, как все помахались кулаками, объясняют, что именно это произошло на самом деле, да. Мы сегодня будем погружаться в лор и не понимать, какого черта он в принципе существует, потому что я вам сразу спойлерю, еще до того, как мы дошли до конкретики. От конкретики мы сегодня дойдем, поверьте мне. То, что именно существование Вечных для КВМа означает, нихрена не играет ему на пользу. Более того, само существование КВМа вокруг Вечных делает этот конкретный фильм хуже. И чем дольше ты думаешь об сторонних факторах, которые, по идее, должны на них влиять, и как бы влияют, но как бы нет, тем хуже он становится. Если вдруг у кого-то были сомнения, то я могу подтвердить, да, действительно, Хлоя Жау на посту режиссера ничего для этого фильма не сделала. Если мы говорим конкретно про кинематографию, без сюжета и того, что на самом деле важно, да, если мы говорим чисто про то, как он выглядит, то это совершенно стандартная для Марвела тема, которая как будто бы была снята не ей. Или была снята ей, но ей было настолько пофигу, что она просто делала шот-реверс-шот, или как это, план с плеча, как это у нас по-русски правильно называется, для того, чтобы побыстрее отделаться, пройтись по тексту и пойти домой. И это один из тех фильмов, в которые очень легко описать фразы, и никто не хотел им заниматься, все просто хотели обналичить чек и пойти домой. И знаете, что я вам скажу, дорогие мои? Наверное, единственное, что хуже, чем фильм, который все снимали для того, чтобы просто отделаться и пойти домой, это когда фильм невероятно и давяще, катастрофически скучный. Чего я про вечных, кстати говоря, сказать с полной уверенностью не могу, как бы это странно не звучало. Здесь есть хорошие идеи, здесь есть зачатки хорошего фильма, и, наверное, лучший комплимент, который я могу им дать, несмотря на то, что они длятся 2,5 часа, чего, кстати говоря, совершенно не заслуживают, на мой взгляд, они не чувствуются на эти 2,5 часа, они чувствуются примерно где-то на 2 часа и 10 минут, что, наверное, звучит как очень странный двойственный комплимент, но я правда пытаюсь, пацаны, я правда пытаюсь начать с хорошей ноты, потому что все, что я буду говорить потом, будет ни хрена не позитивным. В процентном соотношении это выглядит так, у вас есть где-то примерно 3-4 экшн-сцены на весь фильм вообще, которые туда вставляются по большому счету для того, чтобы просто дать вашим глазам немножко вспрянуть духом и напомнить вам, что вы все еще смотрите какое-то движение на экране. Во все остальное время, это примерно где-то час 40 минут или около того, ну или час 50, как правильно посчитать, герои разговаривают друг с другом и каким-то чудесным, непонятным мне до сих пор образом за все эти 2 часа разговоров не умудряются добиться никакой связи со своим собственным зрителем. Я понимаю, мы все в общем-то понимали, что задача представить вам одновременно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять человек в рамках одной картины и выдать им всем достаточно много времени на экране, чтобы они начали представлять из себя какую-то личность и заставили вас с собой хотя бы интересоваться или, упаси господи, сопереживать. Хотя это была явно задача не из легких. И Хлои Жао на эту роль режиссера взяли не для того, чтобы она с ней справилась как гений оскароносный, а для того, чтобы, я честно говоря не знаю почему, мало того, что у нее проблемы с правящей партией Китайской Народной Республики, где, кстати говоря, вечные все еще запрещены к прокату, так она еще и не имеет репутацию того, кто должен заниматься марвеловским кинцом вообще, даже если оно пытается быть чем-то более серьезным и возвышенным. Я не хочу очень сильно углубляться, кстати говоря, вот в эту многозначительную тему, о которой многие другие люди говорили, про то, что это серьезное кино. Марвел пытается быть DC, он пытается быть чем-то более умным, чем-то более таким вот возвышенным, тонким, чтобы там был не только глубочайший лор, а еще глубочайший смысл, потому что, ну это все откровенный бред. Если вы просто меняете тон, это ничего для вас не делает, вы все еще должны снять хорошую историю. Просто потому, что вы теперь не пытаетесь откалывать в онлайнеры и геги каждые 5 минут на квадратный метр, это еще не означает, что вы стали от этого более интересным. Марвел, понимаете, это так не работает, это вообще нихрена так не работает, при том, что вы как бы все еще пытаетесь пихнуть туда свои привычные элементы, вроде индуса, который на самом деле не индуса-пакистанец, но это нормально, потому что репрезентация для Диснея не играет такой большой роли, когда про нее не пишут в Твиттере, так что не думайте об этом. Вот он иногда пытается шутить, и его сайдкик, настоящий, видимо, индус тоже периодически пытается шутить, что, кстати говоря, буквально лучшая часть фильма, потому что только у этого, ну этих двух, и может быть еще Лоли, если можно 14-15-летнюю девочку называть Лолей, только у них на лице хотя бы появляются какие-то эмоции за 2,5 часа. Я правда не понимаю, как они умудрились запихнуть в один фильм Анжелину Джоли, Сэль Мухай, Кроба Старка, Поезд Пусан, Гуру Пикап и еще кучу актеров, о которых вы, может быть, когда-то слышали хотя бы раз в своей жизни, потому что они не совсем бесперспективны, и сделать их абсолютно скучными, безэмоциональными, выглядящими так, как будто это актеры, которые хотят просто обналичить чек и пойти домой, это точно. Да, давайте поговорим про персонажку, окей, про нашу разнообразную персонажку, которую так активно в профессиональной печатной прессе пихали, хотя ей в итоге не понравилось по какой-то странной причине. Я хочу оставить обсуждение общего лора, который вообще никакого смысла не делает, если ты думаешь о нем больше пары секунд, на закуску, на сладкое, поверьте, оно того стоит. И сейчас давайте посмотрим на вот эти вот одухотворенные лица, смотрящие куда-то вдаль. Неужели Дисней был неправ, когда принял, на мой взгляд, такое корректное решение, очень правильное, кстати говоря, если вдруг кто-то будет с этим спорить, то они неправы. Не правда ли Дисней поступил абсолютно правильно, когда взял на свои главные роли персонажей по признаку их разнообразия и прописал им их роли, исходя из понятий разнообразия? При том, что некоторые из этих понятий, опять же, абсолютно никакого смысла не делают, учитывая то, кем вечные являются по лору, по лору вечные являются, по сути, биороботами. Но не как люди биороботами, потому что мы тоже можем так себя называть. Но прямо полноценными биороботами. Это штуки, которых создали Селестилы, вот эти вот высшие боги, которые не как Галактус, потому что, насколько я понимаю, Галактус к ним не относится, но он kinda на них похож, но не совсем. Но нечто большее. Если вы когда-нибудь играли в World of Warcraft, то думайте о них как о Титанах. Это буквально, кстати говоря, один и тот же примерно сюжетный поворот. Короче, думайте о них как о высших богах, которые рождаются из планет для того, чтобы создавать новые планеты, и потом из них рождаются другие Селестилы, которые создают новые планеты. И вот этих вот вечных они делают с очень специфической целью. Для того, чтобы драться с отвратительно выглядящими сиджайными монстрами, которые не имеют никакой личности, и вы забудете о том, как они называются буквально так же быстро, как о них забыл я. Добро пожаловать в Марвел, я имею в виду. Хотя это не только для него характерно, это характерно абсолютно для всего супергеройского кинца. Я не знаю, почему супергеройское кинцо так сильно любит космических жуков. Потому что жуки выглядят стрёмно, или ктулуховые монстры выглядят стрёмно, и непонятно для нас их очень просто ассоциировать с безымянной, безликой инопланетной силой, которую можно вообще не переживая отстреливать, убивать, и тебе за это не должно быть как-то стыдно, или ты не должен чувствовать какую-то двойственность в своих ощущениях, типа того. Хотя по выражению лиц таких персонажей первого плана, как Роб Старк, например, тяжело поверить, что они чувствуют хоть что-то, хоть когда-то. Хотя они, конечно же, стараются нам словами объяснить, насколько им важны эмоции, насколько им важны человеческие жизни. Настолько, что они буквально идут вопреки своей эффективно программе, но не как вот раньше они хотели пойти вопреки своей программе, а именно сейчас, вот в данный конкретный момент. Та тема, которая там происходила с Таносом, которая после того, как вам проговаривают вслух объяснение, почему вечные ничего не сделали с Таносом, делает на самом деле ещё меньше смысла, чем оно делало, когда ваше воображение дорисовывало саму эту картину. Это всё не считается. Нет, они решили, что время пришло вот именно сейчас. Именно сейчас нам нужно свою программу нарушить, именно сейчас нам нужно поверить в человечество. Я, если честно, сомневаюсь, что эти актёры смогли бы на свою многомиллионную зарплату даже отыграть нормальную эмоцию замерзания, если бы их поставили в 40-градусный мороз на сете голыми, а потом какой-нибудь лоровед на ютубе будет объяснять мне, что это нормально вообще, потому что вечно и не чувствует температуру. Видел, как Роб Старк сжигал себя, улетая в солнце? Правильно, но это нормально, имеет смысл. Что-то, что говорит о вас, как о человеке с богатым внутренним миром? О, да. Я лично решил этот вопрос на сайте Всемайки. Заказал себе худи-оверсайз хлопок с бомбическим принтом Пепе. Смотрите, он прям как чужой такой лезет из груди, только очень грустный такой чужой, думающий о чём-то своём глубинном. Но кроме Хохма, этот худос очень удобный. Внутри мягкое и тепло, удобный капюшончик и кармашки, а кнопка магнитная на застёжке помогает запаковаться посильнее, что очень важно. Шопинг на Всемайке – это процесс, который увлекает не хуже хорошей игры. Так что я остался на сайте и ещё заказал себе няшный пледик с котиками, чтобы укутываться в него и греть себя. Завидуйте теперь. Со Всемайки вы всегда обеспечите себя качественной одеждой с принтами на любой вкус. Кино, сериалы, аниме, игры, мемы, да что угодно. Каждый здесь найдёт что-то для себя. А ещё здесь есть удобный конструктор, чтобы кастомизировать авторскую шмотку. Ну вот, чтоб прям вообще ни у кого такой не было. Не за горами Новый год. Так что можно начинать поиски подарков уже сейчас. Все необходимые ссылки будут в описании, а по промокоду на экране вы получите ещё и скидку в 10%. Он плюсуется с акциями на сайте. Итак, если задача вечных состоит в том, чтобы драться с сиджайными монстрами раз и следить за человечеством два, при этом что именно нужно делать, когда они следят за человечеством до конца непонятно, потому что они как бы должны следить за тем, чтобы человечество развивалось равномерно и естественно, как бы. Но при этом та цель, ради которой человечество должно развиться и размножиться в итоге, никаким образом не совмещается с тем, что они должны это делать постепенно и равномерно. Потому что, я вам сразу могу проспойлерить, цель, которой стремится создатель вечных, это чтобы на земле было как можно больше человек для того, чтобы потом воспользоваться их общей энергией, для того, чтобы родился новый Селестиал. И неужели он не хочет поспособствовать тому, чтобы этих человек стало как можно больше, как можно быстрее? Или, может быть, этот Селестиал должен родиться в очень определенное время и таким образом разрушить землю, потому что нам нужен какой-то конфликт, который уничтожит мир, я имею в виду для того, чтобы у нас были какие-то ставки. И поэтому нам нужно, чтобы 7 миллиардов человек на земле накопилось именно к этому очень специфическому сроку. Это никогда точно не объясняется. Но если нет, если просто нужно, чтобы было как можно больше человек на земле, чтобы они медленнее умирали, то это делает фильм гораздо хуже, потому что Ваканда существует. Но опять же, давайте оставим это немножко на потом. Если их основная задача заключается в том, чтобы драться с сиджанами-монстрами и наблюдать за человечеством, тогда почему? Почему они настолько разнообразны? Это на самом деле имеющий, на мой взгляд, на жизнь вопрос справа. Почему? Почему, например, вот эта вот черная девочка немая? Кто-нибудь может назвать неуважительную причину, почему Селестиалы сделали ее немой? Я напоминаю, что это биороботы, которые не имеют каких-то недугов из-за неправильного рождения или из-за каких-то мутаций при рождении. Они имеют эти недуги, потому что их запрограммировали такими быть. Почему она немая? Я имею в виду, единственная причина это для того, чтобы у нас в фильме была репрезентация людей с какими-то... с ограниченными возможностями. Ну, буквально так. Почему вот эта вот девочка маленькая, а не большая? Этот вопрос, кстати говоря, поднимается в фильме и ответа на него не дается. Почему Селестиалы сделали меня такими? Спрашивает она. Я не знаю, отвечает ей Серсея, что довольно забавно, на самом деле, когда вы думаете, что Роб Старк и Серсея буквально в этом фильме сходятся. Абсолютно, кстати говоря, без причины, потому что у вас есть примерно две или три сцены, в которых они романтично держатся за руки. При этом нам совершенно не показывается, через что они прошли для того, чтобы начать чувствовать друг другу какие-то чувства. И в итоге она все равно связывается с Джоном Сноу, когда вот этот чел улетает в солнце и сжигает себя абсолютно безэмоционально, кстати говоря. Ну, а он пытается, он немножко плачет, извините. Я приврал, так и быть. Не хочу распространять дизинфу. По какой причине вот этот вот замечательный толстенький черный мужчинка является представителем радужного сообщества? Не по какой. Я могу вам сразу это сказать, буквально. То есть в фильме ничего из этого не происходит, из-за того, что он толстенький и черный, и при этом радужный. Он собирает в себе очень много репрезентации одновременно, но это никаким образом на сюжет не играет. Не то, чтобы тут было много сюжета. В отличие, например, от 14-летней девочки. Я хочу провести параллель для того, чтобы вы поняли, к чему я клоню. Периодически подобные квирки персонажей могут на что-то влиять. Они могут для чего-то существовать. Вот, например, для вот этой вот 14-летней девочки этот ее квирк вполне себе легитимный конфликт. Она не может постареть, поэтому она не может испытывать вещи, которые испытывают взрослые, да? Она не может, там, не знаю, выйти замуж, она не может влюбиться в кого-то, потому что лет ей не хватает. Вы знаете, как у нас это... Ну, технически может, я имею в виду, но это будет немножко крипово. Мы не можем такие темы у нас в Marvel-ском фильме обсуждать. Мы можем только вставлять туда пикантную сцену, которая выглядит буквально как катсцена из Dragon Age Origins. Если вы помните, как они выглядят, а вы, скорее всего, выкинули их из своей памяти, и я вас не виню, то вы можете себе представить, насколько это кринжово, но, ладно, я не хочу даже заходить туда. Ее конфликт, ее зовут Спрайт, не знаю, как зовут актрису, в основном как раз к этому делу и сводится, да? К тому, что она лишена каких-то прелестей жизни, и поэтому она пытается взять от нее хотя бы что-то, на что у нее еще осталась надежда, именно Робби Старк. Она очень хочет попрыгать на Робби Старк, если вы понимаете, о чем я. Что, в принципе, отвечает реальным стандартам 14-летних девочек, когда Игра Престолов еще была актуальна, тут как бы спорить не буду. Это я могу понять. Но вот все остальные, почему они такие? Ответ не почему, потому что нам была нужна репрезентация. За те два с половиной часа, которые этот фильм идет, они каким-то образом умудрились не предоставить вам особо много понимания того, почему именно эти персонажи друг друга любят или ненавидят, или испытывают друг другу какие-то сторонние чувства, за исключением одного-единственного гуру-пикапа, который хоть как-то себя проявил с точки зрения чела абсолютно со своим создателем несогласного, да, который хотел хоть как-то поменять статус-кво. Все остальные, они вроде как это сделать хотят, но у нас настолько, сука, не хватает на них экранного времени, что буквально вот что происходит в этом фильме? Давайте я вам сейчас просто вот поясню, на что вы тратите два с половиной часа. Помимо этих двух, там, трех, четырех экшн-сцен, вы смотрите, как персонажи перепредставляют друг друга после того, как они разошлись в каком-то флэшбеке. И флэшбек вам, естественно, тоже показывают. Сначала два персонажа сходятся, и потом вам показывают флэшбек. Потом еще несколько персонажей к ним присоединяются, и вам показывают еще один флэшбек. Потом еще персонажи к ним присоединяются, и вам показывают еще один флэшбек. И потом сюжет начинает происходить где-то примерно на полуторном часу, когда они выясняют, что оказывается миру скоро придет конец, и нам нужно срочно придумать какой-то план, чтобы миру конец не пришел. И, естественно, никто из всей остальной киновселенной Марвел не обращает на это внимания, потому что, я цитирую примерно дословно, катастрофически разрушительные землетрясения, видимо, не интересовали никаких из оставшихся Мстителей, даже вышедших на пенсию Мстителей. Я не знаю, Капитанше не прилетело с этим разбираться, Человек-паук там в школе учился, может быть, или с Джей Джоном Джеймисоном какие-то там свои рамсы вел, но не до этого им было, понимаете, не до этого. Вечные должны решать проблемы сами. Они не решали никаких других проблем, потому что, и я опять же, сука, цитирую примерно дословно, им нельзя было вмешиваться в естественный ход течения жизни смертных, а именно людей, человечества, потому что вот эти конкретные Вечные ответственны за людей на Земле, там есть еще другие Вечные. И, как я понимаю, в итоге Танос тоже им был, но он был каким-то там гибридом между Вечным и Сиджайном монстром, пока не думайте об этом, это сейчас не важно. Этот фильм не имеет ни малейшего представления, что он хочет со своим гигантским кастом делать. У вас есть разнообразный каст, хорошо, вот вы набрали этого разнообразия, да, вы набрали себе репрезентации, здорово, очень круто, теперь, Хлоя Жао, возьми все это и собери в одну единую картину. Как-нибудь, удачи тебе с этим, или кто там текст писал, я не знаю, но в любом случае результат оказался довольно предсказуемым. Ни на кого из них не хватает времени полноценно. Вам пытаются показать, что у них есть какие-то отношения друг с другом, у некоторых из них там складываются пары, но в подавляющем большинстве случаев вы не понимаете почему. Почему Роб Старк и Сарсе испытывают друг другу какие-то романтические чувства? Потому что они горячие и они самые сильные из них и поэтому они должны быть вместе, наверное, я полагаю. Почему поезд Бусан решил провести свою жизнь, буквально посвятить свое пребывание на этой земле слежкой за Анжелиной Джоли, у которой не все в порядке с головой, потому что она поехала при последнем перепрограммировании, но это проявило себя только через несколько тысяч лет после того, как они прилетели на планету для того, чтобы случился конфликт. И в итоге вот это вот завещание Сельмы Хайк про то, что мы распускаемся, но вы должны найти себя, вы должны найти себя в этой жизни и потом, когда мы сойдемся обратно, вы расскажете мне свои истории, очень романтично звучит. Но он решил лишить себя этой роскоши, потому что ему очень важна Анжелина Джоли, но при этом они с ней даже никаких романтических вайбов не подают, насколько я понимаю. Но он решил это сделать в любом случае, а потом звезда Болливуда решил стать звездой Болливуда, потому что ему нравилось, как в свое время они с маленькой девочкой в амфитеатре показывали прикольное световое шоу. И он буквально это сделал ради шутки, по большому счету, ну ладно, на самом деле я вам вру, он это сделал, потому что нужна была репрезентация индусов и нужно было, чтобы этот фильм как-то зашел на индусский рынок. А как сделать так, чтобы фильм зашел на индусский рынок, потому что китайцы нас теперь не пускают, значит мы будем работать на второй крупнейший кинорынок в мире? Правильно, нам нужно, чтобы там была болливудская звезда и чтобы там были танцы. Это длится примерно где-то минуту или минуты полторы эта сцена длится и потом на нее забивают, но этого в принципе будет достаточно для того, чтобы потом профессиональная печатная индийская пресса об этом написала. Я не читал их отзывы, если честно, да и мне по большому счету пофигу. Это очевидная эксплуатативная работа на аудиторию, бисер перед свиньями, не более того. По какой причине поезд в Бусан мотивировал себя жить подобным образом, я до сих пор не понимаю. Чем в принципе себя мотивировала жить черная анимая девочка, я тоже не понимаю. Чем себя мотивировала жить Церсе, я тоже не очень понимаю. И, наверное, про остальных можно хотя бы какую-то одну причину придумать. Единственный, кто хотя бы как-то проактивно себя повел, это Гуру Пикапа, имя которого я не помню, ну какая к чертовой матери разница, потому что у него тоже на лице нету никаких эмоций. У них практически ни у кого, весь фильм на лице нету эмоций, особенно. У Роба Старка, который себя мотивирует тем, что он единственный, до сих пор продолжает верить в предназначение, которое для них задумались Лестилы. Но еще в него верит Болливуд, но Болливуд в него верит недостаточно для того, чтобы помочь Робу Старку. Он просто говорит, что в него верит. И из этого абсолютно ничего не выходит. В итоге он все равно как бы в финальной экшн-сцене, он дерется против него. А еще черный разнообразный радужный вот этот вот толстячок говорит, что он... В какой-то момент они начинают драться непосредственно с Робом Старком, который здесь играет злого Супермена. И, кстати говоря, дайте я на секунду отвлекусь. Да я хочу просто немножко поговорить про этот Роб, который начинает меня доставать. Сколько можно делать Суперменом-удаком? Нет, серьезно, я устал от этого. Эта идея приходит в голову абсолютно каждому комиксисту или экранизатору, который хоть когда-то в своей жизни подходит к этому архетипу. Почему Голливуд продолжает делать Супермена-мудаком? Почему вы постоянно хотите взять вот этот вот архетип всесильного чела, который стреляет лазерами из глаз, летает, он очень сильный. И, короче говоря, он Супермен, буквально. Давайте, Роб Старк в этом фильме это Супермен. И сделать его конченой мразью. Я немножко устаю от этого. У нас уже есть Хомлендер, у нас есть Тёмный Мэн, у нас есть вот этот вот Роб Старк теперь. Сколько интерпретаций злого непосредственно Супермена было за последние 10-15 лет, я даже вспомнить боюсь. Почему? Откуда берется вот это вот желание? Кто-нибудь может мне сказать, почему вы хотите взять чела, который буквально олицетворяет собой все человеческие какие-то силы или стремления, то, чем человек хочет быть, высшей человеческой мечты, в конце концов, и сделать из него вот это? Окей, здесь он немножко отличается от типичного Супермена-мудака, потому что тут у него есть какая-то причина, может быть, не самая уважительная, но хотя бы какая-то. Он чем-то отличается, что я хочу сказать, но меня просто уже задолбало. Это не так оригинально, как вы думаете. Доходит до того, что я буквально смотрю на современный архетип Супермена, и как только я вижу, что он стреляет лазерами из глаз и летает, я автоматически думаю, что он в итоге окажется мразью. И с вероятностью в 95% он в итоге оказывается мразью. Я устал. Можно мне просто хорошего Супермена, короче, чтобы его снимал не седап, и для меня это будет более шокирующим в конечном итоге. Но извините, отвлекся. Когда Радужный Толстячок дерется с Робом Старком, он говорит ему, я уже давно хотел подрезать тебе крылья, или что-то в таком духе. Что он имел в виду под этим, можно спорить, я полагаю, но почему? То есть это явно реплика негативно настроенная, да? У них с ним какие-то рамсы были, да? Или терки, может быть. Что абсолютно никаким образом не отражается по их взаимоотношениям, которые мы видели в весь остальной фильм. Им где-то примерно минут 30 или 40 они друг с другом разговаривают около того, и он не высказывал абсолютно никаких негативных чувств по отношению к Робу Старку вообще даже после того, как он сломал его... Может быть, он за это хотел ему крылья подрезать, за то, что Роб Старк сломал ему стол из Икеи. Но до того, как он сломал ему стол из Икеи, он был абсолютно рад его видеть, вообще никаких проблем у них не было, они довольно дружелюбно разговаривали. А потом чел говорит, что я вообще от тебя все хейтил все это время, и ты, небось, еще и в коммунизм не веришь, ах ты мразь. За два с половиной часа практически ни у кого из них не было достаточно времени для того, чтобы проявить себя с человеческой стороны. Что, на мой взгляд, довольно важно, когда вы снимаете фильм, во-первых, про людей или про биороботов, которые хотят стать людьми. И им очень важны людские жизни, потому что они пережили много эмоций и как бы сами стали по большому счету людьми. И, во-вторых, когда вы снимаете фильм для людей, которые приходят смотреть ваше кино, чтобы эти эмоции испытывать в процессе. И не могу сказать, что я испытал много эмоций в процессе, и не могу сказать, что я, в принципе, какие-то эмоции испытал, но, в принципе, персонажам на экране было примерно так же скучно, как и мне. А потом я начал думать, мои дорогие, я начал задумываться о более глобальном масштабе всего этого действия. Потому что я напоминаю, если вдруг кто забыл, вечные принадлежат КВМу. И не просто принадлежат, это не стендалон какой-то, они буквально находятся внутри киновселенной Марвел. То есть все остальные события, которые мы с вами наблюдали последние 10 лет, они происходили и с вечными тоже. Они просто не обращали на них внимания. И вот тут становится тяжеловато, довольно тяжеловато, потому что, когда вы задумываетесь о том, как именно вечные взаимодействуют с более глобальным лором, этот фильм начинает каким-то образом делать гораздо меньше смысла, хотя у него и так были проблемы. Для того, чтобы представить какой-то новый, более глобальный и важный конфликт, им нужно было каким-то образом превзойти Таноса. Им нужно было начать исследовать космологию Марвела, чтобы вы думали о каких-то более глобальных масштабах, о более сложных материях, как это правильно будет выразить. Для того, чтобы вы чувствовали, что этот фильм важный, что вечные важные. Но вот в чем проблема. Когда вы начинаете рассказывать про космологию после того, как главный конфликт вашей вселенной уже произошел, это может начать создавать проблемы. Потому что вы задумываетесь о таких простых, но довольно очевидных, на мой взгляд, вещах, как почему вечные ничего не делали, например, с Таносом. И более того, почему их создатель ничего не делал с Таносом, как его там Артишен, Артишик, Арташес, я буду звать его Арташес, окей. Причина, по которой Арташес сделал вечных, очень проста. Ему нужно, чтобы они следили за развитием человечества, способствовали этому развитию для того, чтобы человечество, во-первых, не перебило друг друга, а во-вторых, достаточно сильно размножилось, чтобы создать большое количество энергии на планете. И потом из планеты с помощью этой энергии родится его новый брат, новый Селестил, они будут создавать новые миры. Окей. Он, как живой организм, хочет размножиться. Это я понимаю. Но, окей, каким образом его действия за последние 7 тысяч лет хоть как-то способствуют достижению этой цели? Во-первых, если ему нужно просто собрать достаточное количество человек. Начнем с малов, да? Если ему нужно просто, чтобы на Земле было много народу, ему нужно, чтобы развилась медицина достаточно, чтобы человечество выживало и рождалось быстрее, чем убивает друг друга. И ему нужно, чтобы, ну, по сути, прогресс шел быстрее, да, для того, чтобы этой цели добиться. Чем быстрее развивается медицина, тем больше жизни можно сохранить, тем больше, соответственно, энергии скапливается. Логично? Логично. Почему тогда вечным запрещено вмешиваться в естественный ход этой эволюции? Почему они не могут специфически работать на то, чтобы человечество быстрее размножалось? Разве вы не хотите, чтобы ваш черный инженер делал как можно больше изобретений и давал их человечеству? Почему нет? Потому что они это объясняют как-то в духе того, что, ну, человечество еще не готово, да? Они не готовы, они испугаются, если получат такие технологии, они будут развиваться неправильно. Это все звучит очень мило и здорово, но ровно до тех пор, пока вы не вспоминаете, что Ваканда существует, ваша собственная вселенная. И, кстати говоря, это не что-то, о чем они хотят забыть, потому что Роб Старк в этом фильме буквально отсылает к Вибраниуму, предполагая, что из него сделан стол у инженера в доме. Вы помните, как вы сами нам несколько лет назад поясняли про то, что ребята в Ваканде начали офигенно быстро развиваться и создали крутую цивилизацию, потому что на них упал Вибраниум? А почему вы не хотите способствовать тому, чтобы Ваканда открыла себя миру? Потому что на тот момент, на момент еще там даже какого-то 16 века, когда они распались, по-моему, если я не путаю даты, то она уже находилась на достаточно высокой стадии развития. Вы не хотите устроить туда какую-нибудь миссию и сказать им, пацаны, неплохо было бы вам открыть границы, короче, и начать эту технологию миру поставлять. У нас такая миссия есть, чтобы человечество размножилось. Давай-ка, мы как-то вот, мы вот будем этому способствовать. Давайте-ка вы всем свой Вибраниум покажете, и мы что-то с этим сделаем. А если по какой-то причине Арташесу было невыгодно, чтобы Ваканда показывала всем свой большой черный Вибраниум, то почему тогда он не приказал вечным от нее избавиться, потому что она явно представляет угрозу, что если бы они сами приняли такое решение и сами всем свой Вибраниум поставили, видимо, Арташес посчитал, что нормально, риск того не стоит, риск чего я, правда, не знаю. Он очень умный человек, он хорошо продумывает свои планы. А потом в игру вступает Танос. Знаете, какое оправдание они дают тому, что вечно ничего против Таноса не делали? Оправдание звучит буквально так. Мы не должны вмешиваться, нам нельзя вмешиваться в естественный ход развития человеческой цивилизации. Учитывая то, что Арташесу нужно, чтобы как можно больше людей на планете было живо одновременно. Не в его ли интересах находится избавление от чела, который в буквальном смысле без иронии избавится от половины этого населения? По-моему, само существование Таноса буквально идет вразрез с теми целями, которые Арташес хочет добиться. И, соответственно, вечные хотят добиться через него, потому что у них есть лидер, который слышит его волю и, соответственно, на остальных вечных ее распространяет. Он не хотел связаться с ней и, там, сказать ей, типа, «Хей, тут, короче, такая вот ситуация с этим Таносом». Он нам мешает. Ну, ты вот правду как бы знаешь, да, про то, зачем нам нужны люди? Может быть, вы там все-таки объединитесь обратно в свою динамичную команду и, не знаю, присоединитесь к тому странному челу в железном костюме и что-нибудь, сука, с ним сделаете? Может быть, было бы прикольно. А потом все становится еще хуже, когда вы начинаете думать о том, что такое эти Селестиалы вообще. Вам показывают где-то штуки четыре, по-моему. Они выглядят, ну, довольно прикольно, я полагаю, да, но чем они руководствуются? Мы знаем, что Арташес, по его собственному заявлению, он пытается создать как можно больше себе подобных, да, то есть он создает жизни на планетах для того, чтобы они развивались, и из них потом рождались Селестиалы раз в миллиард лет или раз в несколько миллионов лет, они говорят, и то, и другое. Это довольно разные объемы времени, но я так и не понял, к какому именно мы в итоге должны исследовать. Не думайте об этом, это, правда, меньшее из проблем. Но мы точно знаем из того, что я видел, они об этом в фильме не упоминают, да, но вроде как об этом было упомянуто в каких-то других марвеловских источниках, частью вселенной которого вечные являются. Что, как бы, есть и другие Селестиалы, такие как, например, Эго. Помните Эго? Помните Стражей Галактики 2, короче? Я знаю, что они вышли уже довольно давно, в 2016-м, по-моему, году, но не настолько же давно, чтобы вы забыли, сука, про своего Старлорда, да, который буквально является ребенком, этого Селестиала. Помните, как Эго, короче, распространял свое, извините за выражение, семя по планетам для того, чтобы буквально ассимилировать всю галактику в себя? То, что делал Эго, никаким образом не идет в разрез цели, которую преследует Арташес. Сейчас у Арташеса с Эго не было никаких, Рамс у них не было там, ну, какого-то непонимания. Он, Арташес ничего не хотел сделать вот с этой тенденцией, которая не просто шла в разрез с его целями, а буквально могла привести к обратному, к обратному итогу, к тому, что Селестиалы перестанут рождаться, потому что Эго ассимилирует в себя всю остальную галактику. Это никаким образом не поднимается, не упоминается, и вы должны просто не думать об этом. Что довольно сложно, когда вы продаете свой фильм как часть общей киновселенной. На мой личный взгляд, это звучит довольно тупо. Дисней, очевидно, не знал, как вести этих персонажей лаконично, поэтому они рассчитывали, что вы просто не будете думать о происходящем слишком сильно. Потому что Марвел слишком большой, чтобы упасть правильно. Да, конечно, основной конфликт уже случился. Мы выпустили, так сказать, свой пар, заработали 2 миллиарда долларов на эндгейме. Но что теперь? Мы же не можем просто забить на эту франшизу, которая вроде как все еще приносит доходы. Правда, даже не близко те доходы, которые она приносила в свои золотые годы. Имею в виду, этих золотых лет уже никогда не будет. И у нас закончились идеи, к тому же, и мы хотим теперь делать акцент на разнообразие. Давайте мы введем вечных. Никто не просил о вечных, никто не знает, кто это такие вечные. И мы, по большому счету, сами не имеем представления, как их в эту вселенную впихнуть. Но у нас есть сюжетные повороты, которые мы уже продумали заранее, и нам нужно как-то к ним подвести. Поэтому угадайте, что вечные будут частью нашей киновселенной. И, может быть, если мы сделаем непохожий тон, если мы сделаем его умным и не таким, каким все наши остальные фильмы выглядят, они теперь не шутят, они теперь говорят серьезные вещи на серьезных щах, и вместо эмоций у них на лице теперь каменные рожи Роба Старка. Может быть, тогда люди воспримут это как что-то новое, уникальное, и не будут думать о происходящем слишком сильно. Сказал про себя мышиный король перед тем, как, я надеюсь, повеситься к чертовой матери, но нет, конечно, если только утонуть в море из своих собственных денег. И в итоге мы имеем на руках фильм, который буквально становится хуже из-за того, что он принадлежит к киновселенной, которая его продает. А без этой киновселенной, с другой стороны, он не продался бы вообще, потому что кому нахрен сдались вечные. Это не Иксмены, по которым куча контента была на протяжении последних 30-40 лет. Это вечные. Для того, чтобы понять, кто это такие, вам буквально нужно смотреть видео на Ютубе или внимательно читать экспозицию, которую вам в самом начале пишут, но если вы пошли на вечных сознательно и испытывая к ним какой-то интерес, то вы, скорее всего, посмотрели лорное видео на Ютубе, которое пояснило вам, кто они нахрен такие. Давайте будем называть вещи своими именами. Никто не знает, кто они, но теперь узнают, потому что случилась вот эта вот непонятная контроверсия. И этот фильм абсолютно не заслуживает своих споров. Он абсолютно не заслуживает той атмосферы, которая вокруг него сложилась. Он заслуживает пятёрки из десяти. Один раз посмотрели и забили. И не думайте о нём слишком сильно, потому что вы пораните свой мозг. Я правда не понимаю, зачем они это сделали, но окей, зато у нас теперь есть разнообразие. Круто, здорово. Заслуживает ли оно своего времени? Ну, если вы прям какой-то дайхарднутый фанат, то тогда можете сходить один раз и больше никогда о нём не вспоминать. Поздравляю, это, наверное, стоило своих денег за билет. Если вы не такой фанат, то забейте, правда, оно того абсолютно не стоит, на мой взгляд. В конце дня это просто скучно. Это просто не стоит ни своих денег, ни своего времени. И то, что они пытались делать, это достигнуто не было. Фильм не знает, чем он хочет быть. Он не знает, в каком направлении он идёт. Он пытается представить десять персонажей с нуля. И отчасти получается, но по большей части нет. И заканчивается всё тем, что вы просто сидите и не понимаете, зачем оно было и каким образом Марвел вообще имеет ко всему этому отношение. Надеюсь, оно того стоило, мышиный король. Надеюсь, оно того стоило. Надеюсь, ваш просмотр моего видео того стоил. Мои дорогие мальчики и девочки, если вам нравится меня слушать, то подписывайтесь на канал, потому что это помогает ему развиваться. Колокольчик на все помещения, лайки с комментариями и все остальные штуки. Спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки. Идите сюда. Субтитры сделал DimaTorzok